Звучит свисток судьи и начинается забег. Девочкам предстоит пробежать дистанцию 200 метров. Лиза Филатова вырывается вперед, но на последнем круге уступает сопернице. В итоге второе место. Но этим результатом Лиза довольна. Девочка пришла в легкую атлетику год назад. Это ее третье соревнование. Я пытаюсь добиваться результатов, которых... В общем, пытаюсь быстрее пробежать свои результаты, чем были раньше. Подготовка в спортивной школе серьезная. Тренировки шесть раз в неделю. Но такой график Лизу не смущает. Главное, что есть результат. В четверг у нас кросс. То есть мы бежим 15 кругов на время. Потом либо работаем с мячами, либо прыжковый коктейль делаем. Например, во вторник мы разминаемся просто. Ну и можем барьеры попрыгать, всякое такое. Вместе с Лизой на старт первенства вышли все воспитанники отделения легкой атлетики 2010 года рождения и моложе. Ребята бежали 200, 600 и 1000 метров и соревновались в прыжках в длину с разбега. Самое сложное, конечно, это 1000 метров. Ну, как бы любой человек так считает. Но прыжки в длину с разбега – это тоже технически сложный прыжок. Его тоже надо научиться. Просто так с улицы пришел и прыгнул – не получится. По итогам соревнований на пьедестал поднялись победители в каждой возрастной группе и во всех дисциплинах. Лиза Филатова завоевала сразу весь комплект наград. Первое место в прыжках с разбега в длину, второе место в беге на 200 метров и третье место в беге на 600 метров.